Всем привет! Сегодня мы поговорим об установке, активации, интерфейсе и написании простых роботов с использованием PixStudio. Начнем с установки. Процесс установки стандартный, просматриваем соглашение конечного пользователя и следуем простым инструкциям. Готово. Далее перейдем к активации. Запускаем Pix. Создаем новый проект. При первом запуске Pix запросить лицензию. Можно либо остаться в демо режиме, ограничение на 42 шага, либо активировать лицензию. Рассмотрим первый вариант. Для этого выберем демо режим и подтвердим выбор. Отлично, вы установили PixStudio и запустили его в демо режиме. Рассмотрим теперь вариант с активацией лицензии. Для активации лицензии скопируйте и отправьте свой уникальный идентификатор на почту helpsobacopixer.ru, после чего получите и сохраните файл лицензии на свой компьютер. Затем выберите сохраненный файл лицензии и активируйте с его помощью вашу студию. Поздравляем, вы успешно активировали PixStudio. Далее поговорим об интерфейсе. Здесь находится панель активности. В ней расположены все запчасти, из которых мы будем в дальнейшем собирать роботов. Базовые активности содержат стандартные операции по взаимодействию с переменными и программным кодом, а также цикл. Активности группы коллекции содержат операции по взаимодействию с массивами данных. Они позволяют редактировать и форматировать списки словарей, добавлять новые строки и столбцы в таблицах, сортировать и группировать данные, объединять таблицы. Активности буфера обмена позволяют взаимодействовать с буфером, копировать и вставлять. Активности Windows Credentials позволяют создавать новые учетные данные, а также получать их из диспетчера учетных данных Windows. CSV активности позволяют считывать и записывать соответствующие файлы. Активности группы SQL работают с базами данных. Они позволяют подключаться, получать и записывать данные в базу данных. Активности Windows позволяют роботу взаимодействовать с интерфейсом приложений, кликать мышкой, делать скриншоты экрана, находить требуемые элементы приложения, взаимодействовать с окнами, копировать текст из различных форм приложения, а также печатать текст в нужных полях. Активности клавиатуры эмулируют виртуальную клавиатуру. Они позволяют отправлять сочетание клавиш, так называемые hotkey, и эмулировать набор текста. Имейл активности получают и отправляют письма из почтовых ящиков. Активности группы файлы взаимодействуют с файловой системой. Они позволяют создавать и копировать файлы, проверять наличие и отсутствие пути в системе, а также считывать и записывать различные файлы. FTP активности работает с FTP сервером. Создают, копируют, удаляют файлы, а также проверяют существование пути на FTP. Активности изображений позволяют роботу взаимодействовать с изображениями на экране. Это используется в случае, когда невозможно работать с интерфейсом. Приложение напрямую. Например, при работе через удаленное подключение или виртуальную машину. Активности Office взаимодействуют с программным обеспечением Microsoft Office, такие как Word, Outlook, Excel. Активности позволяют считывать, редактировать и записывать данные из файлов Word и Excel, извлекать таблицы и работать с их ячейками в Excel. Активности группы Outlook позволяют работать с почтой Outlook, получать и отправлять письма, скачивать вложения, перемещать письма внутри почтового ящика. Активности процессов Windows взаимодействуют с процессами в системе. Они могут работать с командной строкой, запускать и завершать процессы в системе. OCR используется для распознавания текста в документах, на изображениях, сканах и т.д. Веб-активности работают внутри браузеров и взаимодействуют с веб-элементами интернет-страниц. Позволяют переходить со страницы на страницу, кликать по ссылкам, извлекать данные и находить нужные элементы. Внизу находится панель переменных. В ней располагаются все аргументы глобальной переменной, используемой в нашем проекте. Параметры можно задать имя, тип, значение по умолчанию и краткое описание комментариев. Справа находится панель свойств активности. В ней можно найти все аргументы, выбранные в рабочем поле активности. Ее мы рассмотрим в более сложных проектах. И наконец, в центре будет находиться само тело робота. Оно состоит из различных активностей, рассмотренных ранее. Здесь мы будем создавать, конструировать и редактировать робота. Это основное поле для разработки. Напишем нашего первого робота. Создадим простейший скрипт hello world. Для этого сначала создадим переменную var1 с типом system string и значением hello. затем изменим ее значение, прибавив world. После чего выведем на экран оба состояния var1. Сначала до изменения, потом после. Здесь введем переменную, которую хотим отобразить. Присвоим переменной новое значение hello плюс world. А здесь мы отобразим результат. Сделаем так, чтобы первое окно автоматически закрылось через 3 секунды. Теперь запустим скрипт и посмотрим, что у нас получилось. Отлично. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok